В третьем мегаполисе завершились крупные соревнования. Проект «Молодёжная лига Шимкента». Они длились три месяца и были инициированы Акимом Шимкента, Муратом Айтеновым. В финале, который прошел на центральном стадионе имени Кожемукана в день защиты детей, чемпионом «Молодёжной лиги» по футболу 2022 года стала команда школы номер 65, которая обыграла команду школы номер 90 со счётом 3-1. В церемонии закрытия турнира принял участие Кимгорода. Он поздравил юных спортсменов с победой. «Молодёжная лига Шимкента» организуется в нашем городе во второй раз. Проект реализован по поручению президента страны и направлен на развитие массового спорта и воспитание молодёжи в патриотическом духе. Ведь спорт – это не только залог здоровья, но ещё и укрепляет волю и упорство. Победители сегодняшнего турнира боролись за честь и престиж своей школы. Надеюсь, эти ребята завтра станут настоящими гражданами, будут защищать честь родной страны и служить родине. Пусть сегодняшние победы станут прекрасным началом вашей жизни. Проект также позволит отобрать сильнейших игроков с целью формирования сборной команды на чемпионаты республики. Интерес к молодёжной лиге растёт. В прошлом году в проекте участвовали 140 школ, а в этом году уже 151. В состязаниях по четырём видам спорта принимали участие около 6 тысяч учащихся. Они соревновались по футболу, волейболу, баскетболу, а также шахматам. Общий призогой фонд составил 80 миллионов цингем. То есть команды-победители получили по 20 миллионов. Организации и судейством соревнований занимались около 400 специалистов в области физической культуры и спорта. Торжественный вечер совершился концертной программой. В центре традиции и обычаев Шимкента прошёл день открытых дверей на тему «Улыбка, ребёнка, красота мира». На мероприятии, посвящённом Международному дню защиты детей, для маленьких детей города был организован праздничный концерт и различные игры. Как сказал президент Касымжа Маркемелевич, в рамках года детей особое внимание уделяется детям. Международный день защиты детей – это не только веселье, смех, песни и развлечение. Это ещё и возможность для взрослых громко заявить о своём желании и возможностях сделать что-то хорошее для тех детей, которых нужно защищать. В ходе праздника было чётко разъяснено, что для того, чтобы в будущем создать общество, наполненное нравственностью, справедливостью, необходимо создать все условия для его основы – детей. Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник – Международный день защиты детей. Поздравляю всех детей с праздником. В рамках года детей организовали День открытых дверей. Мы должны уделять огромное внимание детям, ведь будущее нашей страны в руках молодёжи. В ходе мероприятия ребята показали свои таланты, пели, танцевали, играли на дамбре. Родители малышей тоже вспомнили своё детство и веселились вместе с ними. В ходе национальных игр участникам были вручены различные призы. Концерт проходит на высоком уровне. Нам очень понравилось. Было очень интересно. Я очень рад. Спасибо огромное организаторам. В сегодняшнем праздничном концерте я участвовал в соревнованиях и выиграл приз. Было очень интересно и познавательно. Я узнал много о национальных играх наших предков. К совершению мероприятия ребята выразили благодарность специалистам учреждения. Организаторы подчеркнули, что будущее страны в руках сегодняшних детей. Они отметили, что организуют большие мероприятия по формированию счастливой жизни будущих поколений. В день проведения республиканского референдума в Южном мегаполисе проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщило Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог на официальной странице в социальной сети. 5 июня. Все жители и гости Шинкента смогут пользоваться общественным транспортом на бесплатной основе. В этот день около тысячи городских автобусов будут перевозить пассажиров по 78 направлениям на территории города. Как сообщили в ведомстве, акция организована транспортными компаниями в поддержку республиканского референдума. Всего в городе будут работать 312 избирательных участков. Правом голоса обладают 631 133 жителя мегаполиса. По всем вопросам референдума и адресам избирательных участков можно уточнить, позвонив в колл-центры. Для увеличения турпотока между Шинкентом и Ташкентом реализуются новые проекты. Один из них – маршрут Шинкент-Ташкент, который был запущен для соединения двух городов. В течение минувшей недели был подписан меморандум по двустороннему соглашению с руководством Туристского информационного центра «Визит Шинкент» и товарищества «Силк Роуд». В рамках меморандума данная компания договорилась о создании транспортного сообщения из центра города для удобства пассажиров. В результате с этой недели начал курсировать международный автобусный маршрут Шинкент-Ташкент. Пассажиры могут выехать со стоянки «Вастоп» для туристических автобусов возле развлекательного центра «Шинкент-Плаза». В целом частота автобусов составляет три раза в день – в 8.30, в час 30 и в 19.30. Это направление будет способствовать увеличению туристического потока между двумя странами. Стоит отметить, что билеты можно приобрести онлайн на сайте Турецком информационном центре «Визит Шинкент-Хейзет». В целом по количеству иностранных туристов, приезжающих в Шинкент, Узбекистан занимает второе место. Из братской страны в прошлом году около двух тысяч человек приехали в Шинкент с целью поездки и обратились к услугам мест размещения. В истории казахского народа было совершено немало героических подвигов. Одним из этих героев является Мухтар Тастанов. Так, в музее Ерлек третьего мегаполиса состоялся вечер памяти ветерана движения Жиль Токсан, почетного ветерана сельского хозяйства Республики Казахстан, уважаемого гражданина Мухтара Тастанова, чье сердце билось за родину. Почтить память Жиль Токсановца пришли его родные и близкие, которые поделились самыми яркими воспоминаниями о нем и стали почетными гостями специально организованного мероприятия. Мухтар Муталибулэ уроженец села Тасарах Толибейского района Туркестанской области. В памяти сегодняшних поколений остается самоотверженный труд гражданина, оставившего после себя неизгладимый след. Все выступавшие на вечере говорили о нежелании забывать свои встречи с Мухтаром Тастановым. Вспоминали уникальные детали их общения. Слова, сказанные на вечере, обрели не менее долговременный носитель, исполненный любовью человеческие сердца. С Мухтаром мы дружили с детства. Даже тогда он был очень особенным. Всегда доказывал окружающим, какой он образованный, умный человек. Еще за время обучения в институте зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Жизнь Мухтара была короткой, но полна смысла и подвигов. Пусть Аллах упакует его душу. Будучи студентом Алматинского зоотехнического ветеринарного института, В 1986 году, 16-17 декабря, ветеран движения ЖЭТУХСАН проявил патриотизм и внес значительный вклад в обречение независимости. В 1989 году он создал семью, воспитал двух сыновей и одну дочь. С Мухтаром я познакомилась на втором курсе, когда училась в женском педагогическом институте. Он в то время учился в ветеринарном институте. В 1989 году мы создали семью. Начали трудовую деятельность в городе Кокшатал. Вместе воспитали двух сыновей и одну дочь. Мой супруг был очень отзывчивым, добрым человеком. Очень любил свою семью. Достойный сын родной земли внес огромный вклад в развитие и процветание поселка Тасарах. Занимался тепличным, рыбным и садовым хозяйствами. Обеспечивал работу детских граждан и оказывал моральную и материальную помощь малообеспеченным семьям. О моем брате можно говорить вечно. Он был очень хорошим человеком. Всегда помогал, заботился и поддерживал всех, кто его окружал. О том, каким он был человеком и о его подвиге мы всегда помним и никогда не заботим. Он был патриотом своей страны, любил свою родину. Все знавшие Мухтара Тастанова говорили о значении его как личности, как главы большой счастливой семьи. Очень трудно выделить одну, какую-либо сторону характера этого выдающегося человека. О том, что он действительно выдающийся, можно было судить по представительскому уровню гостей. После озвучивания воспоминаний о гражданине, который самоотверженно трудился во имя светлого будущего нашей страны и сумел заслужить благодарность и уважение своего народа, Сказано, что люди вспоминают его щедрость, готовность помочь в участии во многих человеческих судьбах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok